Американские военные подтвердили, что в КНДР задержан солдат, который без разрешения пересек границу. Речь идет о 23-летнем рядовом Требесе Кинге, который во время туристического тура в демилитаризованную зону перешел из Южной Кореи в Северную. Кинг должен был отправиться в США для дисциплинарного наказания, однако в назначенный час он не сел на самолет. Рядовой покинул аэропорт Инчхон и направился к пограничному переходу, который находится в 54 километрах. По словам очевидцев, перед тем, как перейти границу, Кинг громко смеялся. Люди просто стояли, делали фото. А потом я заметила, что какой-то парень, одетый в черное, очень-очень быстро бежит к границе с Северной Кореей. Сначала я подумала, что происходит? Должно быть, это какая-то шутка. Может быть, у него есть друг, который снимает это для ТикТок. Мне казалось, что это, знаете ли, самая глупая вещь на свете. Но он не остановился. И примерно в это же время один из солдат крикнул «Хватайте его!». Американские и южнокорейские солдаты погнались за ним, но он к тому моменту бежал так быстро и так близко к границе, что они не смогли. Они не догнали его. В Белом доме заверили, что Министерство обороны, Госдепартамент, а также ООН работают вместе, чтобы разрешить ситуацию. Инцидент с Трэвисом Кингом, отмечу, произошел на фоне и без того напряженных отношений с США и КНДР. Сегодня официальные Сеул и Токио сообщили о запуске двух северокорейских баллистических ракет, которые упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Вашингтон прямой угрозы от запусков для личного состава и союзников не увидел.